привет привет представься пожалуйста алекс мун полное имя алексей по паспорту я хореограф педагог режиссер постановщик творческий человек очень люблю ты один из самых творческих людей пукетом настоящий момент спасибо что согласился дать это интервью и мы сейчас находимся у нас пукет вайк парке где у тебя проходит занятие расскажи немножко о своем графике но сейчас занятие вайк парке у нас идут каждый четверг с 5 до 6 30 это дети в возрасте от 7 лет мы занимаемся современным танцами в основном уличная клубная культура urban dance развиваем прежде всего уверенность возможность реализовать свою личность какой-то личности потенциал умение работать в команде но естественно раскрепощаем развиваем свое прекрасное тело почему танец слушай но как-то само так получилось ли сами для меня танец это просто какое-то самовыражение образ жизни сейчас это какая-то медитация это неотъемлемая часть меня с чего все начиналось что тебя привело к танцу и чем ты мотивируешь детей но если честно давай так скажу я люблю все что связано с музыкой вот танец это то что я всегда танцую под музыку я достаточно во взрослом осознанном возрасте пришел в танец это было так просто как на раз-два как сжигалка рекламу пришел на мастер-класс причем мастер-класс это были ребята которые проводили с питера мне понравилось я начал ходить я тупил стоял мне не получалось то мне просто нравилось сам процесс мне нравилось то что я слушаю клевую музыку мое тело двигается и постепенно постепенно я ушел были это профессиональные творческую деятельность и так музыка привела тебя к движению движение тебя привело к баблу но на самом деле когда я начинал танцевать я уже состоятельно был по финансам и я не целью что не ставил там скажем зарабатывать на этом просто мои друзья они так сказали что алекс давай попробуй преподавать но меня профессиональное образование я всегда понимал что четко чтобы преподавать нужно это иметь свою базу много там знаний опыта у меня такого не было но мне просто было интересно попробовать мне просто в моем внутреннем состоянии профиль учителя он заложен брать знания обрабатывать их и передавать другим это уже во мне я попробовал у меня действительно хорошо начал получаться дети ко мне начали идти я начал получать в этом какой-то внутренний кайф правда я сам понял что я реализовываюсь в этом вот а потом мои друзья сказали давай откроем танцевальную студию у меня не было тоже цели за ней зарабатывать правда но это конечно глупо звучит давно тем не менее мне просто хотелось иметь место куда я могу сам приходить и больше самостанавливаться потому что два-три раза в неделю с педагогом для меня было мало мне хотелось приходить что-то отрабатывать какие-то движения придумывать что-то самому и вот так родилась идея проекта dance nation что это для тебя сейчас сколько людей находится в dance nation у тебя это международная организация поскольку охватываем российскую федерацию охватываем таиланд и какие чувства ты испытываешь к ней ну по количеству в хабаровске у нас два филиала и около всегда 200 учеников люди приходят и ходят на 200 человек сейчас стабильно держится на пухете сейчас около 20 человек это тоже дети от пяти лет причем это уже международные танцевальные группы и занимаются и дети тайцев и дети миксовых семей то есть англоговорящие дети и русские и мне это очень нравится потому что танец это культура где нет раз и национальности куда-то и расповедание есть общее дело и интересы мы двигаемся в этом потоке вот я из хабаровска я очень боялся нас чего потому что мне казалось я вот еду все развалится я дал семь лет по движению этого бренда в хабаровске я сделал и молился просто потому что понимал со мной ли без меня мне хотелось чтобы эта школа приносила какую-то пользу обществу какую пользу я вижу всегда в этом во-первых я мы даем возможность тем кто сюда приходит просто находите общих друзей общаться развиваться эмоционально создавать какие-то интересные проекты индивидуально развивать свое тело чем всегда буду говорить потому что это очень важно в современном обществе чувствовать себя чувствовать тело да и мне очень не хотелось чтобы произошло так что я уехал у меня был такой панический страх но я сидел молился и им так получилось что два человека из моей команды которые изъявили желание руководить они пришли они сейчас успешно справляются ими обязанностями школа сейчас хабаровске на дистанционном управлении каждую неделю мы выходим на skype конференции мы растем там растем здесь я понял что блин как классно а с детками как ты находишь общий язык насколько я понимаю ты не преподаватель изначально то есть ты не выбрал это в качестве профессии и ты пришел это к общению с детьми к преподаванию вот у нас был summer camp я наблюдала как ты очень классно находишь общий язык с пацанами мелкими и для меня это было вау взрослый мужик сидит общается на равных с детьми как у тебя это получается у меня мама с детства всегда говорила лёша дети тебя любят я всегда недооценивал эти эту фразу я думаю ну как и где любит солнце любит вот а когда пришел в профессию я понял одну важную вещь вот не надо быть с детьми постоянно взрослым надо быть снимут и с ними такими как и они сами то есть и когда ты с ними общаешься одном языке ты их понимаешь во вторых они тебя чувствуют скажем так сонастраиваешься легко и какой-то момент скажи ребенок же каждый индивидуально чувствуешь как человеку сказать как дотронуться подмигнуть даже чтобы он начал тебя слышать самое главное чтобы ты начал слышать от этого уже выстраивается весь творческий и развивающий процесс но естественно при этом ты остаешься педагогом главное уметь быть с ними на одном уровне но когда ты работаешь как педагог чтобы они тебя уважали и даже брали тебя во всем пример потому что мы не можем быть педагогами только на занятии вот это важная вещь за занятиями должен оставаться тут жрать марку педагога то есть понимаешь что ученики на тебя смотрят и когда ты завоевываешь их авторитет они начинают брать себе пример как ты говоришь что ты делаешь как ты изъясняешься как все ведешь это все формирует о тебе и с ними взаимоотношения будьте педагогами всегда и кайфуйте от того что вы делаете дети это будут чувствовать dance nation не только один проект раскроет занавесы тайны о новом новом проекте на пхукете итак да в данный момент мы с творческой командой пухета готовим спектакль это будет спектакль по мотивам сказки золушка на современном обработке где на сцене будет и балет и хип-хоп мне вообще нравится идет фьюжен и поэтому new story of синдерелла это то что мне интересно сделать здесь спектакль для детей для подростков и для взрослых на английском языке что мне интересно растянуться потому что первый раз оставлю спектакль на английском языке он веселый фановый но с глубоким смыслом все проблемы со временем мы стараемся показать через хореографические номера через актерские связки в общем это эксперимент и хочется чтобы он прошел очень 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 позитивно режиссер-постановщик ты да я получается основной режиссер-постановщик у нас большая команда где ты энергию черпаешь откуда ты ее берешь блин ну правда если честно сам пухе дает энергию вот чем он мне нравится я приехал сюда и мне достаточно проснуться ран до рассвета поехать на море я уже заряжен потом от самого процесса я очень сейчас устаю физически бывает такое ощущение что это вообще все это выживание но когда ты глубоко погружаешь в это состояние работаешь с актерами все же не профессионалы в основном мы приходим и тоже чему-то учиться начинаешь чувствовать задачу и прям это кайф ну я понимаю для чего это делаю то есть смотрю вот уже на ту точку которая может состояться это не заряжает что ты можешь сказать тем деткам которые только начинают свой путь они понимают что танец для них много но часто слышим что на танце особо много не заработаешь что они должны вообще делать для того чтобы оставаться в деле и в то же время иметь возможность реализоваться себя в качестве там я не знаю бухгалтера как это все совместить или совмещать нереально слушай но когда мы начинаем танцевать в принципе мы же не думаем о том будет в нашей профессии или хобби да профессиональным каким-то нам мешает до страхи начать бывает я просто рекомендую всем делать шаг вперед простая просто фраза делайте шаг вперед и только в процессе вы поймете это на вам действительно по кайфу или действительно вы на этом что-то чему-то но мучить или это не ваше ну то сидите смотреть как другие танцуют но все равно до конца не поймешь делать шаг вперед а потом также это не только движение кадре это самопознание через закрытие своего эмоционального потенциала и тела вы начинаете любой человек может просто начать глубже осознавать себя и тогда танец не становится занятием или спортом или там тренировка это становится частью твоей жизни пусть маленькой там час-два в неделю а для кого-то профессиональным это уходит для меня да я сейчас посвящаю этому очень много спасибо тебе за твое время было очень круто до встречи спасибо вам